здравствуйте дорогие друзья а также постоянные мои зрители рада приветствовать вас на своем канале сегодня предлагаю вам связать вот такую очаровательную хрюшу у нее есть вот такая шляпка думала связать шапку ушанку но что-то остановилась вот на таком варианте и такая шапочка у нас вот такая очаровашечка рассмотрите поближе я не стала снимать видео по голове потому что на ю тубе очень много видео различных хрюшек но если вам интересно то я обязательно сниму вот такая симпатюля здесь вот это вот воротничок у нее отдельно отдельно связаны он просто накинут и здесь вот потом оформлена как кофточкой если вам понравилась идея моей хрюшки желаю приятного просмотра если возникают какие-то вопросы задавайте в комментариях я обязательно отвечу на них и что нам понадобится нам понадобятся конечно же спицы потому что верхняя часть хрюшки связано крючком а нижняя часть спицами поэтому моя хрюшка смешанной техники приятного просмотра хочу отметить что вот белые реснички это у меня задумка специально потому что у поросят белые ресницы поэтому у моей хрюшки вот такие белые реснички из ниточек сделаны я сегодня пойдет речь о вязании туловище у хрюшки верхняя часть связана крючком вот так выглядит голова и сейчас я буду переходить к вязанию вот с момента шеи вязать спицами туловище ну вернее одежду в моем случае и давайте мы с вами вернее я приступлю если кто-то желает можете смотреть как я это делаю и повторить голова связана крючком вяжется спи . если кому интересно как я вязала мордашку хотя на ю тубе и так пестрит сейчас поросятами поэтому но задавайте в комментариях вопросы я вам покажу как вязала я но объясню вяжется сначала пятачок и продолжаем вязать вот эта часть как только пятачок у нас связан ровным таким как бы вот пятачком такое расстояние мы прибавляем петельки в два раза увеличиваем и вяжем уже основную часть головы когда доходим до момента ушек делаем отметочки на каком расстоянии будут находиться у нас ушки тут же сразу вяжем ушки когда ушки у нас готовы продолжаем вязать остальную часть головы таким образом когда мы довязали вот где-то до вот этой части у меня ну я наполнена наполнила я единственная не наполнила пятачок вот видите он у меня двигается мне хочется его немножко вот так вот или в вверх поднять но я потом уже виднее будет как лучше сделать ну в общем вот эту центральную часть я хочу утопить и сделать здесь на ноздрюшки или еще вот пуговичку можно сюда пришить чтобы было немного как пятачок выглядел следующее что я сделала я на пуговицу через пуговицу продела проволоку то есть вот через два отверстия вот так вот прямо продела проволоку вставила туда вот вовнутрь и продела вот сюда то есть вот здесь вот проволока чтобы потом по отношению к туловищу можно было немножко наклонить голову или поднять ее то есть вот она у меня вот здесь вот находится здесь вот большая такая пуговичка и от нее отходит проволока проволоку обмотала это не изолента у меня это века пластырь вот здесь в этой части где у меня выглядывала вот эта проволока я добрала крючком ну выбрала сколько мне нужно набрала просто петельки и вязала здесь шею по кругу ну и теперь приступаем к вязанию одежды на хрюшке или как можно сказать туловище здесь нужно закрепить ниточку пряжу кому если интересная пряжа лотка под context лотос травка стрейч и еще заодно покажу вот такая вот мордашка у меня начата вязать это вот из другой немного цветом немного конечно но совсем другой цветом пряжи но не знаю пока что вот такое не что у меня пробую глазки и по цвету подобрала вот такие но они пока просто вставлены лежит ждет своего звездного часа здесь хвостики сразу чтобы они не мешали в работе прячу в шею и начиная также конечно же нужны нам спицы у меня вот такие бамбуковые сайта алиэкспресс спицы удобные вязать вот такие миниатюрные вещи конечно же как набрали первую часть переснимая выбранные первые петельки набранные вернее продолжая набирать как видите не очень удобно делать но это возможно на камеру так то и попроще вязать что-то скрипит прямо пряжа хотя не замечала я за ней но я взяла не таким крючком здесь мы наверно эту петельку сюда свежим чуть подальше чтобы у нас захватилась наверное можно еще вот сюда хотя нет все если бы крючок был вот без этой тогда удобнее конечно было его протаскивать вытаскивать вернее из работы вот таким образом у нас пересняты набраны петельки на спицы и мы начинаем вязать наши изделия мне кажется здесь можно еще взять подцепить хуже не будет так и продолжаем сейчас вязать по кругу первый ряд конечно же немного не так удобно вязать эти петельки было удобней за задние полу петельки это только первый ряд ну думаю вам понятно как происходит вязание и встретимся чуточку попозже когда я провяжу я решила немного изменить вязание что-то я попробовала мне показалось что слишком тонко будет тонкий переход на спицы дело в том что у меня вот здесь толстенькая пряжа была а здесь у меня использована использую использую пряжу хлопок поэтому решила увеличить в два раза и так вот набраны у нас петельки и сейчас будем из одной петли вывязывать по две петли сначала вяжем за заднюю петлю затем за переднюю и спицы сломать так и перешла на металлические нам лично обычные спицы потому что туго получается вязание и так думаю что я перекрутила петельки поэтому они еще больше закрутились сейчас окажется что слишком много будет петель увидим в любом случае я приподниму немножко но вы понимаете как это все я пересняла себе ну вернее связала по две петли из одной и сейчас продолжаю вязать обычно без прибавок без убавок ровно ну и встретимся чуть позже я перешла на бамбуковые спицы и у меня это номер 3 25 вижу по прямой по кровь по кругу вернее бед провязав ну вот два пальца в четырех местах я сделаю при бабочки вижу петельку за заднюю половинку петли и за передние 1 я провязала такую часть но почти такую же часть как голова вот у меня голова и вязаная часть туловищем одного размера можно сделать чуть поменьше можно сделать чуть побольше и сейчас у меня на спицах получается 30 петель сейчас эти 30 петель необходимо нам вот у нас 30 петель и нам нужно оставить несколько петель для того чтобы соединить промежность у игрушки и нужно замкнуть в круг две ножки здесь наверное мы можем прибавить по одной или по две петельки это на ваше усмотрение в общем вот в этой части прибавки делаем и вяжем лапки уже отдельно сейчас я распределю ровно на 4 наверное не на 4 2 петельки ой две спицы я наверное оставлю таким образом вот эту часть мне нужно распределить но здесь оставить конечно же вот сюда перенести и распределить хотя бы на три спицы чтобы вязать было более удобно я распределила петельки сделала отметочки вот такие откуда докуда у меня будет вязаться но это только лишь первый ряд и затем конечно же сразу все будет видно здесь на одну спицу ну провязала так у меня все на одной спицы получилось посмотрю если будет неудобно то сделаю на 2 распределю их это вязание и теперь стараемся чтобы у нас вот эта часть была натянута потому что если здесь она у нас останется слабой то потом при сшивании будет некрасивое полотно и вяжем сейчас по кругу можем по четыре петли на три спицы сделать хотя мы же сейчас доберем сейчас посмотрим давайте да вяжем вот эту часть так и теперь нужно будет нам добавить петельки давайте попробуем ну две вот таким образом я добавляю две петельки и продолжаю вязание одной ножки по кругу здесь также натягиваем но опять же не перетягиваем чтобы у нас потом здесь невозможно было вывязать не так умеренно все хочется сделать видео коротеньким но к сожалению как то не получается если не скажешь одно или другое не покажешь мне кажется если человек не умеющий совсем вязать то можно совсем не понять вот о чем я говорила вот здесь чтобы у нас плотнее было вот мы эти петельки провязали из набранных 2 и они если было бы сильно свободно то было бы некрасиво поэтому нужно и не сильно плотно и не сильно слабо вязать но я продолжаю вязать вот эту ножку по кругу и встретимся когда уже довяжу ее думаю что до конца ну вот у меня готовы валеночки и сейчас нужно вставить проволоку проволоку я размером вот с игрушку сделала от шеи где-то и сейчас вставляю через вот эти отверстия согнутые вот видите как согнула как с размер стопы и сейчас похоже что не очень удобно будет вставлять идутся потом распрямляет не важно таким образом я вставила проволоку сейчас поправляю ее распрямляю внутри и буду набивать синтепоном вот ножки у нас видите уже сразу видно что они и можно крюшку будет посадить или поставить ну там уже увидим сначала ее набиваем и потом аккуратненько зашиваем между ног вот это вот отверстие вот моя крюшка в полу готовности так выглядит она с набивкой и сделал я ей лапки уже сидячем положении и я перешла к вязанию ручек связала одну ручку и если вы не знаете как связать дом предлагаю вам начать нам понадобится это же пряжа который вот я вязала и спицы провязываю петельку не снимаю насквозь ее провязываю вот снимаю захватываю в рабочую нить снимаю и провязываю сразу через предыдущую петлю прикладываю вот раз в общем то вполне смотрится размер и теперь сокращаю по две петельки в одну один два раз заступила и провязали вместе вновь один два и провязать вместе 12 вместе еще один раз закрепляю здесь вот таким образом через петельку всю ниточку пропускаю варежка закреплена и смотрим какая сторона у нас будет с одной стороны нам нужно связать пальчику игрушки пропускаю внутри вот этот хвостик оставшийся и здесь буду сейчас вязать пальчик здесь вяжем конечно же уже вообще наугад на петельки 4 используем все равно в работе после того как прибавила 4 ну что вот до состояния что у нас по 8 но всего 8 петель стала на ручке я прибавила еще два раза вот в начале ряда вот этого ивка и в начале следующего ряда еще сделала 2 при бабочки то есть вот из одной петельки один раз провязала 2 сейчас провязала и потом поняла что то у меня не так и вот перевернув когда здесь тоже провязываю две петельки из одной вот таким образом и сейчас получается и вяжем уже на нужную нам длину ручки в моем случае в моем случае ручка равна 6 сантиметрам но это вот без варежки с варежкой ну где-то 10 9 так скажем скажем это уже когда я спрятала вот этот хвостик вот этот хвостик и я ловлю вот таким образом захватываю нитку и протягиваю ее туда и тогда у нас вот это все внутри остается у меня ручки готовы и сейчас нужно их прикрепить теперь мне нужно прикрепить ручки смотрим чтобы ручки варежки если это у нас варежки смотрели одинаково вверх пальчики и перекрепляем крепить буду ближе вот к этой части то есть вот прокол будет где-то вот так таким образом вот такую хрюню я завершила так она выглядит